Декоративную ограду скверы на территории Рязанского Кремля пытались похитить. Четверо злоумышленников демонтировали 19 секций забора около церкви Преображения Господня. Злоумышленников задержали полицейские, им грозит до пяти лет лишения свободы. Другой акт вандализма произошел около входа в Кремль. Это памятник Рязанскому леденцу. Его установили недавно, всего два месяца назад. Однако главного атрибута сахарной конфеты на палочке уже нет. Ее отломили специально. Кто и зачем остается загадкой. Новые арт-объекты появляются в Рязани регулярно. Сейчас готовятся к открытию три новых памятника. Они будут установлены на центральных улицах Рязани. Скульптура в виде рояля появится около здания филармонии. Указатель с фотопленкой около фотодома имени Каширина. Третий обозначит нулевой километр Рязани. Нулевой километр каждого города находится около главпочтамта. Традиционно он обозначается металлическим люком, похожим на канализационный. Его диаметр составляет один метр. Такой арт-объект станет частью превращения улицы Почтовой в Рязанский Арбат. Изготовление конструкции объявили электронный аукцион. Максимальная сумма контракта 650 тысяч рублей. Подрядчика выберут не позднее 30 ноября. Местные жители отмечают, что в Рязани уже есть на что посмотреть. У Галины Ковалевой юбилей. Поздравить ее собрались друзья из разных уголков страны. У Глича, Новокузнецка, Белгорода, Казани. Праздник не обошелся без экскурсии по городу. Мы вообще из Новосибирска приехали, поэтому у нас это город молодой. У нас все 125 лет. А здесь архитектура, конечно, впечатляет. И Кремль сам по себе, конечно. Впечатление очень шикарное. Есть, конечно, красивые места у нас. Очень красивые. Хорошо, что сейчас город отстраивается, становится красивым. Ну, так что все замечательно. Конечно, новый город, новые впечатления, новые знакомства. И вообще, вообще, такая красота у вас здесь. Сделать Рязань привлекательной для туристов – одна из главных задач, которую поставили перед собой правительство и администрация города. В планах войти в состав Золотого кольца России. Глава Рязани Юлия Рокотянская уверена, город этого достоин и не попал в свое время в список из-за закрытости и развитого оборонно-промышленного комплекса. Это давние традиции. Это красивая архитектура. Это те моменты, которые сейчас совершенствуются, реставрируются, приводятся в соответствие. Видите, как центр развивается. Конечно, наша дальнейшая задача – максимально расширять то пространство, центр, приводя его в соответствие красоты, благоустройства, чистоты и так далее. Сейчас акцент делают на новые современные арт-объекты, иногда забывая, что главной жемчужиной города остаются старинные здания, часто нуждающиеся в реконструкции. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».